Тема доклада отличается от заявленной в начале. Речь пойдет о классической задаче, аэродинамической задачи бетона для выпуклых тел. Постановка задачи можно сделать такой. Есть выпуклое тело в Р3, на него налетает параллельный обнородный поток точечных частиц. Они суверяются с телами и отражаются абсолютно в круг. В результате взаимодействия с потоком возникает сила, сила давления потока на тело и требуется минимизировать эту силу. Но на самом деле сила это вектор, поэтому минимизирует параллельную силу давления движения потока. Дальше, пожалуйста. Ну вот если расставить координаты правильным образом, таким образом, что ось Z противоположна направлению движения, описать верхнюю часть поверхности, как график некоторой вогнутой функции Z, равняется U, A, Y, заданная, ну и естественно, заданная на выпуклом какого-то множестве. Традиционно считается, что это выбор может быть единичный круг. То сопротивление можно записать вот такой комфортной формулой, чуть-чуть немного мелковатой, ну видно, да? Если есть проблема есть, то расскажите. Вот такой формулой можно записать двойной интеграл по области определения, вдруг знаменатель есть плюс квадратный рельгерта кондекции. И задача эта была впервые поставлена Ньютоном, естественно, как следует из названия его фундаментальной труде. И он рассмотрел задачу в современных терминах, можно описать таким образом. Значит, он рассмотрел класс функций, которые радиально симметрично относительно вертикальной оси, заданной на единичном круге, и амплитуда функций не превосходит некоторого значения m, то есть функция изменяется от нуля до m. Ну, в этом случае он получил ответ. Он объяснил, как он пришел к своему решению. Это довольно-таки хорошо известное минимальное тело, высота которого является заданной, m. Внизу у нас единичный диск горизонтальный, сверху тоже, например, в свитере расположены, видите, какой-то радиусы. Вообще сама форма похожа на обыкновенный усеченный круг. И вот еще он установил, что угол. Угол боковой поверхности, тех точек, которые примыкают к окружности, всегда район 45 градусов, независимо от правильных задач. Дальше, пожалуйста. Ну вот, и вот так продолжалось примерно 300 лет. Люди наслаждались этой задачей, включали ее в учебники по вариационным впечатлениям, оптимальному управлению, наводились сроки, всякие детали вот этой задачи изучали, до тех пор, пока люди не догадались задать вопрос, а что если немножечко изменить область определения, это функционал, область определения функционала сопротивления. То есть рассматривать не радиально-симметричные, я говорю, гогнутые функции, а что-нибудь еще? Вот, удивительно, но только 25 лет назад люди догадались задать такой вопрос. И вот такая, действительно, такая принципиальная точка была пройдена, когда была объявлена статья мутации гаммали в 1993 году, и они задали вопрос, а что будет, если мы рассмотрим класс функций, тоже таких же вогнатных функций, определенных на личных кругах, с амплитудой, изменяющихся от 0 до m, но не оси-симметричных, а в каких угодно. То есть у нас есть просто выборный функций. Будем решать это дальше. Удивительно, но задача до сих пор не решена. Есть некоторые продвижения, есть что-то такое, какие-то результаты полученные сроки не решили. Вот, и это находится, ну, в некотором, может быть, немножечко убьющем контрасте со случаями невыбоковых тел. То есть рассматривались невыбоковые тела, когда несколько отражений, или когда одно отражение, были достигнуты результаты и какое-то понимание достигнут. В случае вывокового тела понимания, ну, в целом, не очень достигнут. Вернее, в каком классе. Ну, симметричных. Класс несимметричных, каких угодно. Вот, смотрите, функции, функции, загнанные на личном круге, варьируют, изменяются от 0 до m, и вогнут. Все. Больше ничего не будет. То есть, допустим, по оси-симметричных, сами четко, то и все решено. Вчетных по иксу... А, икс – это горизонтальная картина. Нет. Нет. Это з2 круг. Вчетных по иксу, то есть симметричные относительно вертикальной пенсии. Нет, не решена. Не решена. И... Ну, давайте следующий сценарий. Ну, рассиделы-то некоторые результаты получены. Во-первых, известно, что решение существует. Ну, это довольно просто. Следует из аргументов компактности области определения непрерывности функционала. Значит, решение существует. Это первое. Второе. Доказано, что градиент градиентом функции нашей верхней либо равен нулю, либо больше или равен единице. То есть угол наклонной боковой поверхности всегда больше 45 градусов. И это согласуется вот с результатом, который достигнет культурного, у которого тоже будет больше или равен 45 градусов. Это первое. Ну, конечно, там, где градиент существует. Там, где градиента не существует, они это сюда. Третий результат заключается в том, что если есть некоторая гладкая кусочка поверхности, гладкий кусочек поверхности красит, то на этом гладком кусочке гауссовая кривизна равна нулю. То есть получается такой выражитель. Ну и, значит, можно утверждать, что вот этот кусочек будет развертывающийся поверхностью. А для симметричного случая это фокус просто. А для симметричного для симметричного случая это случай решения бетона это это не конус. Это представьте себе конус, в которую раздута боковая поверхность. То есть строго выпуклая поверхность. Вот, да, там, вот так, да, этот садат эти 7-0. А проверить, это будет не будет. И это доказывает, что доказывает, что вот этого тела не является минимайзером, как по-русски сказать, не является, не минимизирует наш задат в более широком, что в более широком классе, минимизирующий тело другое. Вот. Но тут написано немножко по-другому. Если функция класса цепа, вкладке цепа был открытым под множеством нашего определения, и то утверждается, что вторая производная имеет нулевой определитель, что это то же самое. Да, все признародные. Вот. И это привело к вопросу. А вот нет, ну, конечно, что значит лав? Мы, конечно, можем иметь в виду, что, скорее всего, вот эта боковая поверхность будет локально развернувшись. Мы не можем утверждать, что она всюду гладкая. Наверняка будут какие-то особенности. Если вдоль особенностей разреза, может быть, длинные особенности, если разрез, то получится такие развертывающиеся кусочки. А вот как все это устроено, не понятно. Вот люди... Что? Сплошной стелс. Но на самом деле, на самом деле, да, когда смотреть, если... Нет, он на самом деле, вот он думал, что это стелок в один, движется, будет вот так вот описываться. На самом деле, если движется космическое тело, ну, скажем, в нижнем космосе, там, где есть еще не совсем пусто, но есть такая разреженная атмосфера, тогда можно говорить. На самом деле, не совсем так, потому что в космосе, когда частицы ударяют о поверхность тела, они как бы, они не отражают тут куру, не отражают. Они, скорее, залипают. То есть там все... Ну, не так устроено, к сожалению. А может, и к сожалению, не знаю. Вот. И люди стали думать, вот, а что будет, если вот глобальные боковые, ну, то есть глобально размеры, шестоковая поверхность, гладкость есть. И вот они тут, ну, нашли тоже решение, то есть нашли решение в подклассе. Не в полном классе, только вот, 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 а в подклассе. Там довольно забавно все устроено. Наверное, я действие прошло, да, наверное? Ну, вот действие прошло, я, наверное, немножечко остановлюсь на результате. Я стараюсь, чтобы это видно. Вот для некоторых значений параметра высоты получается тело похоже на отвертку. Вот такое вот. Видно, да? То есть, вот это вот, если мы решаем в этом подклассе, то решение будет выделено следующим образом. Функция достигает максимума на некотором отрезке симметрично расположенном. Боковая поверхность стоит из двух плоских треугольников и двух кусков конической поверхности. Если мы измеряем вот этот параметр m, высота уменьшается, то вверху у нас получается сначала треугольник, потом квадрат и так далее. Все отправили на треугольник и подбегали в верхний муж. Вот. И вот примерно в 90-е годы были исчерпаны, ну как это исчерпано, люди вот аналитически пытались что-то сделать, в нулевые годы стали уже пробовать численно решать. А вот давайте попробуем сделать все число. Ну, не в полную классе, а вот в полную классе, все, кто будет. И были сделаны две работы численные. Одна Лошанна Руберса в 2006 году, и другая уточняющая работу в 2014 году. Там получено довольно забавное решение. Я распечатал, сделал распечатку. Так, я, наверное, раздам несколько, можно просто посмотреть. это, как я я вам Я, наверное, уже не спрашивал, что я бумагури, заходу. Продолжение следует...